Привет, друзья! Предполагается, что больше люди любят истории, которые уже слышали. Им нравится, что они могут заполнить пробелы, появившиеся после первого ознакомления с сюжетом. И это вовсе не значит, что сегодня будет тухлая история. Просто начнем издалека. Все начиналось с рынка мобильных телефонов, который Intel потеряла. Несмотря на то, что процессоры были очень неплохими. В людях укоренилось мнение, что Atom — невероятная хрень, и лучше не рисковать своими деньгами. Однако в одном из тестов мы доказали, что это далеко не так. Но в итоге Intel все равно закрыли это направление, не смогли конкурировать с ARM. И эти ARM так обнаглели, что вылезли из своего мобильного рынка, и Intel из монополиста скоро превратится просто в одну из компаний на очень конкурентном рынке. Сейчас все это вертится вокруг ноутбуков пока, на который вот-вот начнет наступление AMD. Договору Intel с Apple, заключенному еще предыдущими руководителями, тоже приходит конец. Apple хотят свой процессор, ARM, кстати, для моноблоков и ноутбуков. А Mac Pro видится нам уже на Ryzen. И это будет большой, прежде всего, имиджевый удар по Intel. В общем, сегодня совершенно неожиданно процессоры ARM стали конкурентными. Пока на рынке ноутбуков. Ну а там как пойдет? Microsoft уже давно сделали Windows для ARM. Но чуть ранее мы тестировали ноутбук на базе Tegra. Это ARM с графикой, от Nvidia. С виндой он работал, но жутко медленно. Хотя и очень долго на одном заряде. Долго и медленно. А теперь китайские источники сообщают, что будут ноутбуки на базе новейших процессоров Snapdragon. Не с Linux, а с 10-й виндой из коробки. 835-й Snapdragon и древняя Tegra это не одно и то же. И если покупатели будут приходить в магазины, и там будут стоять одинаковые ноутбуки, но один будет стоить дешевле, заявленное время автономной работы у него будет больше, а производительность на глаз будет примерно одинаковой, то с большей вероятностью выбор будет сделан в пользу более дешевого компьютера. Microsoft уже показывали, что на системах под управлением ARM можно будет запускать даже такие приложения, как Photoshop, в режиме эмуляции. И я не говорю об офисе или любом другом универсальном приложении из магазина Microsoft. Многим пользователям этого достаточно. Наконец, Snapdragon смогут показать, на что способны не в тепличных условиях работы в мобильном телефоне, а в режиме реальной многозадачности и мультиоконности. Больше всех тут выигрывает, конечно, Microsoft. Им сейчас важно наращивать базу пользователей универсальных приложений Windows, то есть своего магазина. А вот Intel придется ускоряться с внедрением новых технологий. Напомним, что Snapdragon 835 это уже 10-нанометровый техпроцесс, а текущие процессоры Intel и процессоры Ryzen это 14 нанометров. Если ARM-процессоры зайдут на рынок, их начнут поддерживать производители софта и игр. Вот тут начнется настоящая драка. Это, конечно, не ближайшая перспектива, но вполне реальная еще в этом десятилетии. И на этом все. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok